Здравствуйте, я слышал, у вас есть жуткая запрещенка? Есть немного. А это? Хогвартс Легаси? По вселенной Гарри Поттера? Вы что, это вселенная, которую нельзя называть, за это расстреливают? Что? Ну, расстреливают негативными комментариями активисты в Твиттере, ужаснейшая казнь. Так есть? Ну, есть, но перед тем, как я вам продам, придется ответить на один вопрос. Я все по вселенной знаю, задавайте. Не, вопрос не по вселенной, вопрос по жизни. Сколько существует гендеров? 50? 55 уже? Блин, активисты, я так и знал, блин, вы задрали, блин, валите нахрен из моего магазина. Вам запретили продавать Хогвартс Легаси активисты из Твиттера. Парниша, ты попутал, здесь не Твиттер, здесь реальный мир, так что вали отсюда нахрен, пока не получил. Дизлайк? Гендель, блин! Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами здесь собрались для того, чтобы мы убедили вас ни в коем случае не делать предзаказы на игру Хогвартс Легаси. А почему? Во-первых, потому что не надо делать предзаказы, никогда не надо делать предзаказы. Все материалы, которые есть в сети, созданы лишь для того, чтобы заставить вас заплатить разработчикам денежки. И не факт, что разработчики этого заслуживают. А во-вторых, учитывая, что до релиза осталось совсем немного времени, игра выйдет 10 февраля 23 года и до сих пор у нас нет понимания, а что это, блин, такое. Не было, так сказать, вертикального среза. Не было продолжительной демонстрации игрового процесса, который бы нам показал. Вот, герой встает рано утречком, отправляется учиться, потом выходит исследовать открытый мир, выполняет там какие-то активности, сражается с какими-то магами и ложится спать. Не было цикла, который бы представлял нам то, чем является игра на самом деле. Есть нарезка отрывочных моментов. Вот у нас сражения, вот у нас дуэли, вот у нас зелье варенье, вот мы ходим по коридорчикам, вот у нас выручай комната, вот у нас карманное измерение, вот у нас какой-то там домик, вот мы можем собирать всяких фантастических тварей. Но целостного представления о том, что собой представляет Хогвартс Легаси, до сих пор, к сожалению, нет. Да, нам показывают очень красивые и стильные декорации, игра выглядит потрясающе, даже в роликах тут вопросов нет. Видно, что потрачено немало денег, чтобы сделать вот эту виртуальную версию Хогвартса. Но, да, на данный момент проект пока выглядит как набор активностей. И вот одна, вторая, третья, четвертая, открытый мир с какими-то значками, которые ты можешь гриндить. Обещают сюжет, одна, показали постановочные сцены. Ну да, нам не продемонстрировали такой долгий, беспрерывный отрезок из кампании. Пока нас кормят такими вот небольшими нарезочками. А в этом случае могут быть вопросы. Вот недавно мы смотрели продолжительную сравнительно 10-15 минут демонстрацию о Томми Харт. И когда вот мы увидели такую вот демонстрацию, да, мы сказали, елки-палки, а что с этой игрой не так? Хотя до этого, да, были красивые ролики, отличные нарезки, отличные нарезки из сражений, боссов, еще чего-то. Алла Борисовна Пугачева. Да, то есть крутые песенки советской эпохи, все замечательно, но вот когда показали долгую демонстрацию, возникли вопросы. И к Гарри Поттеру тоже могут быть вопросы. Возможно, это будет классная игра. Я очень на это надеюсь, чем больше хороших игр, тем лучше. Возможно, это будет новая версия Балли, только без задора от Rockstar. Маленькое уточнение, Миша, не к Гарри Поттеру у нас не будет вопросов, а к Hogwarts Legacy. Потому что действие в Hogwarts Legacy разворачивается за 200 лет, до цикла о Гарри Поттере. Цикл написанного Джоан Роулинг и потом хорошо экранизировано. У этой вселенной есть огромное количество фанатов и, естественно, люди ждут Hogwarts Legacy за 200 лет. А что было тогда? А интересно посмотреть на предков этих знаменитых семей. А интересно посмотреть на взаимоотношения людей и гоблинов. А, говорят, что гоблины будут устраивать революцию и нам предстоит принять участие в подавлении их, так сказать, восстании. Будет проявляться какая-то древняя магия и вроде как главный герой сможет ей овладеть. В этой игре, кажется, собрали все возможные хотелки, которые когда-либо испытывали фанаты этой вселенной. Ты сам теперь поступаешь в Академию Волшебства. Не какой-то там Гарри Поттер с прописанной историей. Нет, ты сам создаешь своего персонажа, выпускаешь его в этот мир. Да, сам выбираешь себе факультет. Более того, ты можешь даже пойти в Пуффендуй. А что это? Пуффендуй. Это один из самых презренных факультетов. Я не знаю, кто вообще распределяется на Пуффендуй. Я думаю, что те люди, которым эта шляпа подскажет тебе на Пуффендуй, сразу перезагрузят игру и сразу начнут персонажа создавать заново. Потому что все знают, что поступать нужно на Коктевран. Правильно? Коктевран. Как написано в книге, великолепной книге, великолепнейший фанфик Гарри Поттер и методы рационального мышления, которую мы вам рекомендуем однозначно. Если вы даже не фанат Гарри Поттера, более того, даже если вы не фанат Гарри Поттера, обязательно скачайте и прочитайте. Это фанфик трехтомничек. Огромный фанфик, написанный человеком, который представил эту вселенную с неожиданной стороны. А что если бы тетушка Гарри Поттера вышла замуж не за туповатого неудачника, а за университетского профессора? И Гарри Поттер, волшебник по сути, с самого начала неплохо разбирался в науке и рассматривал постижение магии с точки зрения науки. Написано великолепно. Всем рекомендую. И вот именно, что Hogwarts Legacy выглядит как набор элементов, которые понравятся фанату вселенной Гарри Поттера. А как эти элементы будут структурированы? А как они будут объединяться в компанию? А будут ли в этой компании продуманные увлекательные миссии? Вот у разработчиков пока не получается ответить мне на эти вопросы. И что еще интересно? Разработкой Hogwarts Legacy занимается студия Avalanche. Не путать с Avalanche, которые делают серию Just Cause и Mad Max. И сейчас занимаются проектом контрабанд, по-моему, для Microsoft. Да, это специалисты по гринделкам в открытом мире, таким не очень осмысленным. Но вот Гарри Поттером они не занимаются. А студия-разработчик Hogwarts Legacy существует еще с 90-х годов. Ей уже лет так 27. Но правда знаменита она всякими проектами по фильмам, включая там Хана, Монтана, истории игрушек, тачки, вольта. Студия делала проекты четвертак за жизнь на такой гангстерский трэш. Кстати, неудачный боевик эпохи PlayStation 2. А последние где-то так лет 10 она занималась проектом Disney Infinity. Это игра с концепцией оживших игрушек, где ты должен покупать игрушки, и они как бы оживают в игре. Не взлетело. Ну нет, одно время это было очень и очень модно. Но в определенный момент мода... Не взлетело. Нет, она закончилась. Это как с Guitar Hero. Это было очень круто, модно. Это приносило огромные деньги. А потом людям эта идея просто надоела. Nintendo передает привет всем неудачникам, которые не смогли эту идею запустить. Ну, кстати, Nintendo Amiibo в последнее время активно даже не выпускает. Для всех игр выпускает. Для Байонеты 3 были. Кто такая Байонеты 3? Splatoon 3! Вот для чего нужно выпускать фигурки. Да, именно так. Я, кстати, для Кирби не помню, были ли тоже вопросы. Для Кирби давно были. Просто очень странно делать каждый раз новую фигурку для розового шарика. Ну, кстати, к Metroid Dread выпустили даже две Amiibo. Ну, они комплектом продавались. Там вот это Эдди, Робот и Самус. А раньше они еще выпускали Metroid. Но сегодня концепт оживших игрушек ушел на покой. И вот студия Avalanche занялась Hogwarts Legacy. По сути, это их чуть ли не первый такой масштабный AAA-продукт буквально, наверное, за всю историю существования. В общем, очень интересно. Если учитывать, да, послужной список этой студии, есть небольшое такое подозрение, что вся игра может оказаться просто набором активностей. А ты будешь переходить между комнатами и этими активностями, в общем-то, заниматься. И не факт, что эти активности тебя увлекут. Игра, в принципе, может стать своеобразным симулятором мобильной донатной помойки. Ну, только ты платишь заранее за, в общем-то, саму игру. То есть ты здесь поварил зелье, здесь посадил цветочек, туда пошел искать каких-нибудь зверушек. И у тебя, вероятно, будет список ежедневных активностей. Эта игра, возможно, заставит тебя жить в ней. Вероятно, это будет анимал-кроссинг от мира волшебников. Может быть, это будет Persona 5 с увлекательным сюжетом. Мы не знаем, из Hogwarts Legacy может получиться все что угодно. Пока же мы кайфуем только от визуального стиля, от полетов на грифонах и от волшебных палочек, при помощи которых можно будет делать дуэли. Но, если с нашей стороны вопросы Hogwarts Legacy касаются конкретной игры, сюжет, персонажи, насколько глубока механика, насколько интересно этим будем заниматься, насколько разнообразны активности и так далее, то есть другая группа активистов, которые говорят, так, не покупать Hogwarts Legacy вообще, иначе мы придем за тобой. Мы со всей своей армией трансгендеров. По какой-то странной причине трансгендеры всего мира возненавидели Hogwarts Legacy. По какой-то странной причине все трансгендеры сейчас ходят по социальным сетям и пытаются убедить людей не покупать Hogwarts Legacy. А если кто-то начинает обсуждать эту игру, то они заходят к нему в комментарии и говорят, да как же ты так? Ты что, нас не уважаешь? А ты в курсе, что сказала Джоан Роллинг в социальных сетях? Вот по какой-то причине ты говоришь, по понятной причине. Ну, мне лично непонятно, потому что Джоан Роллинг когда-то это сказала. Хогвартс Legacy делается без ее участия, делается огромным коллективом, совсем другой студии. И никакого отношения к Джоан Роллинг это в общем-то не имеет, по какой-то причине не надо покупать. Как это не имеет? Смотри, Hogwarts Legacy основана на вселенной Гарри Поттера. За 200 лет до Гарри Поттера. Неважно, вселенная это та же, это же та вселенная, где потом будет жить Гарри Поттер. Вселенную эту создала Джоан Роллинг в своих книгах, первая из которых вышла в 1997 году. Очень-очень давно. Окей, она создала вот этот цикл, который популярен до сих пор и у которого до сих пор огромное количество фанатов. И Джоан Роллинг не так давно делала, ну как считают активисты, трансфобное заявление о том, что вы знаете месячное, это вообще-то про женщину. Но она вообще сомневается в том, что каждый, кто называет себя женщиной, является женщиной. И именно поэтому ее сейчас пытаются отменять во всем интернете. Именно поэтому создатели игры вынуждены на официальном сайте вывешивать отдельные заявления. Формата Джоан Роллинг не принимает никакого. Не, мы ее уважаем, но она не принимает никакого участия в создании игры. То есть она есть, мы ей благодарны за то, что она сделала Гарри Поттера. Но нет, мы как-то стоим в сторонке. У нас просто вселенная та, которая любит огромное количество фанатов, которым в общем-то пофиг на все эти скандалы, пофиг на всех этих трансгендеров. Но на всякий случай, чтобы не будоражить эту общественность, мы открестимся от Джоан Роллинг. Так же, как создатели кинофраншизы, когда праздновали какую-то там годовщину, не пригласили Джоан Роллинг, потому что, вы знаете, трансгендеры осудят. И сейчас эти активисты пытаются всеми силами отменять Хогвартс Легаси. И ладно, они там ходят по социальным сетям и шумят в комментариях. Кроме этого, недавно они предприняли попытку испоганить теги игры в Стиме. Они пытались сделать так, чтобы Хогвартс Легаси получила звание Not Safe For Walk и LGBT. То есть контент недетского содержания, чтобы эта игра исчезла из списков покупки людей, которые хотели ее купить, например, своим детям. Да, такие игры в Стиме определенным образом скрываются, и поэтому активисты хотели, чтобы Хогвартс Легаси не увидела часть аудитории. Поскольку игры невысокий возрастной рейтинг, она ориентирована, естественно, не только на взрослых людей, она предназначена для подростков далеко не в последнюю очередь. Активисты хотели сократить таким образом аудиторию Хогвартс Легаси. Но вмешалась адекватная аудитория, в итоге эти теги были сняты. Кроме этого, новость этой недели, опубликованная на лучшем игровом сайте axbt.games. Подписывайтесь на нас в Телеграме и в ВК, все ссылочки в описании, чтобы быть в курсе последних новостей из мира игровой индустрии. Кстати, можете подписаться на этот канал, тоже неплохо будет, для того, чтобы быть в курсе того, что вообще происходит в игровой индустрии. Итак, новость. Если вы уважаете трансгендеров, вы должны бойкотировать Хогвартс Легаси, считает одна из главных жертв Геймер Гейта, Бриана Ву. Есть такая девушка, Бриана Ву, которая когда-то попала под Геймер Гейт. Что такое Геймер Гейт? А это был грандиозный скандал, когда представителей верхнего интернета уличили в том, что они за небольшие подачки, или там за перепихон на стороне, могут изменять оценки разнообразным играм. Внезапно люди открыли, что чемоданы существуют, ну пусть такие вот своеобразные. И начали травить журналистов, разработчиков, активистов, до всех, в общем-то, людей, которые пытались выйти и сказать, да нет, этого не существует. И Бриана Ву, которая на тот момент была в том числе активисткой и феминисткой, попалась под вот эти вот жернова Геймер Гейта и ей досталось. А Нити Саркисян тогда еще очень сильно досталась. И Зои Квинн, прекрасная активистка, которая досталась во время Геймер Гейта, которую тоже преследовали в сетях, а потом она одним твитом уничтожила карьеру и жизнь одного человека. Олега Холовки, она обвинила его в домогательствах, в том, что он ее там как-то силой удерживал, хотя они в тот период на публике появлялись. И вскоре после этих обвинений Олег Холовка покончил жизнь самоубийством. Само выпилился, да. В общем, у нас такие вот активисты, которые изображают из себя жертв насилия, а на деле приводят куда большему насилию. Зачастую. Этой Брианеву во время Геймер Гейта приходило огромное количество сообщений. Да я тебя найду, да я тебя убью. Ну, естественно, писали это школьники. Она обращалась в полицию. Полиция этих школьников нашла. Те размазывые сопли по щекам сказали, мы так больше не будем. Никакого уголовного дела заведено не было. Чем она была очень сильно возмущена, потому что их нужно было наказать и наказать сильно. Пожизненно и расстрелять. Вероятно, такие тезисы она высказывала в суде, мы не знаем. Но сейчас, поскольку правильный активист должен выступать за все хорошее, против всего плохого, Брианеву написала. Естественно, в социальной сети, потому что это великолепный инструмент борьбы. Моя позиция по поводу Хогвартс Легаси ясна. Я бойкотирую игру. Мне кажется, что если вас заботят трансгендеры, вы должны последовать моему примеру. Но, что никого не удивит, большинство геймеров не заботит трансдостоинство настолько, чтобы чем-то жертвовать ради него. Судя по всему, продажи игры будут хорошими. Бесстыдные вы, твари. Очередной пример, когда кого-то пытаются в чем-то обвинить, переложить ответственность и пробудить чувство вины. В человеке, который ничего не сделал. Да, человек, который просто хочет купить игру по вселенной, которая ему нравится. Все. Человек, возможно, даже эти заявления Роулинг не слышал, да и ему плевать, в общем-то. Он покупает конкретный развлекательный продукт, который, кстати, с учетом издательства и направленности современной ААА-индустрии, будет прогрессивный во все поля. По мнению Ву, Хогвартс Легаси это не игра, а тест на наличие совести, который многие люди в скором времени провалят. Вот. Если вы покупаете Хогвартс Легаси, у вас нет совести. Если вы покупаете Хогвартс Легаси, вы поддерживаете Джоан Роулинг, а Джоан Роулинг что-то писала в социальной сети против трансгендеров. Ну как против трансгендеров? Она сомневалась в этой всей концепции, а нужно сделать так, чтобы ничего от этой Джоан Роулинг не осталось, чтобы люди, которые связаны с ней, хоть как-то боялись упоминать об этом. Мы затравим вас, мы придем за вами, мы уничтожим любую память о Гарри Поттере, о Джоан Роулинг и о всем ее великолепном наследии, что я сказал, великолепной, чудовищном наследии. Зэть! Нельзя восхищаться Гарри Поттером, по мнению трансгендеров, потому что иначе быть не может. И вот последняя новость, которую мы сегодня обсудим. Активисты отменили Хогвартс Легаси на форуме из-за трансфобии. Обсуждать решение тоже нельзя. Да, есть такой форум Ресетера. Очень прогрессивный, очень модный. Там тусуются представители индустрии, даже пиар-менеджеры. Джейсон Шрайер, знаменитый игровой журналист, там зарегистрирован, естественно. С этого форума поступают различные новости, там публикуются инсайды. Это частично, я бы сказал, игровой форум, поскольку у него очень явный крен в сторону прогрессивного активизма. И вот в итоге на этом форуме запретили обсуждать Хогвартс Легаси. Вообще! То есть нельзя про эту игру говорить. Хогвартс Легаси, собственно, на Резетере стала игрой, которую нельзя называть. Демократия, свобода, гласность. Что там еще нам рассказывают про эти вот вещи? Никакой свободы, врагам свободы. То есть, с одной стороны, игра есть. Фанаты у нее есть. Скорее всего, ее будут активно покупать и, естественно, обсуждать. Резетера – это большой форум, причем направленный на геймеров. И тут внезапно выходят модераторы и говорят, так, вот эту игру мы даже упоминать не будем. А те люди, которые будут про нее говорить, будут отправляться в бан. А если вы сомневаетесь в нашем решении, вы тоже отправитесь в бан. Я такого не видел от владельцев ни одной информационной площадки пока еще. Причем по причине того, что автор вселенной, по которой делается эта игра и который не имеет никакого отношения к этой игре, когда-то в Твиттере что-то написала. Ах, она нехорошая. При этом у Хогвартс Легаси, судя по всему, все хорошо. Предзаказы замечательные. Не надо этого делать. Даже назло. Вот этим вот активистам не надо этого делать. Мы призываем вас не пытаться отмораживать себе уши на зло активистам. Но есть многие люди, которые готовы это делать. По сети активно гуляет мем формата «Чувак, я предзаказал Хогвартс Легаси». Как ты смеешь эта игра, которая продвигает трансфобию, антисемитизм? Слушай, я уже купил эту игру. Не надо мне ее продавать еще раз. Да, то есть активисты получили отпор от людей, которые начали брать Хогвартс Легаси. В том числе на зло активистов. Как недавно случилось в НХЛ. Да, когда российский игрок клуба «Филадельфия Флайерс» Иван Проворов отказался участвовать там в раскатке. Ну, это тренировка, я полагаю, в рамках которой все члены команды поддержали ЛГБТ и носили соответствующие свитеры, ну, эти джерзи. Он сказал, нет, я не буду, у меня свои идеи, как бы, окей, это вот в стороне. Я православный христианин, извините, идите вы нафиг, это идет вопреки моим убеждениям. Да, в итоге все джерзи с фамилией Проворова последствия были раскуплены, потому что люди, вероятно, решили поддержать его позицию. Да, потому что задрали. У нас вид спорта конкретно для мужиков. Трус не играет в хоккей. И тут внезапно эти хоккеисты, которые друг другу клюшками зубы выбивают, выезжают на каток в свитерочках и рассказывают о том, как они любят радугу и пони. Да идите вы нахрен, у вас вообще яйца остались там? Естественно, после этого русского хоккеиста там чуть ли не на руках носили. Такер Карлсон ему сказал, герой, герой Америки. Блин, человек с убеждениями вышел и хоть что-то посмел возразить. Я понимаю, что его, вероятно, могут из этой команды турнуть. Но я думаю, что фанаты этой команды такое решение уже не одобрят. И, в общем, да, стрелочка, конечно, не повернулась в обратную сторону, но задрожала. Сцикливо так задрожала. И то же самое касается сейчас Хогвартс Легаси и активистов, которые пытаются затравить эту игру. Но они тем самым делают ей огромную рекламу. Мы, в общем-то, и собрались здесь с предложением не делать предзаказы. Потому что я понимаю, что многие люди уже после всех этих новостей идут и делают предзаказы. На зло. Активисты, с одной стороны, пытаются призвать к вашей совести, пытаются заставить вас чувствовать себя в чем-то виноватым. Рассказывают вам о том, что вот, в этой игре придется бороться с восстанием гоблинов. А гоблинов и так угнетают. Не будь частью этого. А с другой стороны, люди, да, они не отсвечивают в соцсетях, потому что знают, что и может прилететь за это в соцсетях. Ты попробуй возражать. Тебе приходит в комментариях какой-нибудь активист и говорит, ну, не надо покупать Гарри Поттера. Если ты купишь Гарри Поттера, это значит, что ты поддерживаешь Джоан Роллинг. И не надо с ним беседовать, думают многие люди. Потому что если я начну что-то разгонять, прибежит второй активист, третий активист. Они накидают на тебя жалоб. Тебя выпилят из этой социальной сети. Тебе это надо. Самый простой выход это пойти и купить Хогвартс Легаси. Не надо, друзья. Я понимаю, что сейчас многие люди оказались между Сцилой и Харибдой. То есть, с одной стороны, не надо делать предзаказы, говорят, на XBT. С другой стороны, огромная толпа активистов говорит, если вы купите Хогвартс Легаси, то вы сгорите в аду. Хотя, надо у Папы Римского спросить, как он думает по этому поводу. В анекдоте. Это для тех, кто верит. Да, это для тех, кто верит. Но это забавно, что и первые, и вторые вас призывают, в общем-то, к одному и тому же. Не надо тратить деньги до того, пока вы не увидите конечный продукт и не познакомитесь с предварительными хотя бы оценками. Плюс у ПК-версии Хогвартс Легаси не самое демократичное системное требование. Но только если первые говорят вам, ребята, обратите внимание на игру, на товар. Обратите внимание на то, за что вы будете платить свои деньги. Не надо платить свои деньги просто за то, чтобы насолить активистам. Вы в данном случае в попытке насолить активистам поддерживаете ААА-компанию, которая прогрессивная во все поля. Ей просто, ну, не фартануло, что вот популярная вселенная и вот эта вот создательница, которая что-то там сказала, якобы трансфобное. Да, вот активисты, они выступают за то, чтобы уничтожить вселенную, чтобы уничтожить все продукты по вселенной, чтобы, я не знаю, наследие этой вселенной прекратило свое существование. Сжечь все кинопленки, сжечь все кинопленки. Да, книги, наверное, надо сжечь, да. Да, потом же эти люди начинают нам рассказывать про Литерали 1984, да, и про Литерали Фаренгейт 451. Мы были же, а твой геймер-гейт. Да, все такое, рассказывают о том, как эти вот токсичные игроки им жить мешают. На самом деле я хочу, чтобы Хогвартс Легаси была хорошей игрой. В первую и в главную очередь потому, что мы получим качественное приключение. Судя по всему, не короткое. Появилась информация, что только основная кампания там часов на 35. И где-то столько же побочного контента. Если это будет такой качественный контент, то это масштабное приключение в очень красивых декорациях. И, я думаю, круто проработанной вселенной. Почему я думаю? Потому что я с Гарри Поттером особо не знаком. И он будет делать обзор этой игры, прикиньте. Да, я там буду шутить. Книг не читал, фильмов не смотрел. Даже до методов рационального мышления у него руки не дошли. Ничего, у меня есть специалист по вселенной. Я буду звать, пусть она мне объясняет, что там как. И на самом деле... Куда мне засунуть эту палочку? Сейчас покажу, дорогой. Да-да-да. Оргазмус атлизатус. Вот в таком формате. Да, ждем Хогвартс Легаси. Мы надеемся на то, что это будет хорошая игра. И, в общем-то, игнорируем активистов. Это лучший способ взаимодействия с ними. Да, к сожалению, они лезут и лезут. И успокоиться они не могут. И при этом применяют те же самые методы, на которые жалуются. Я думаю, что они поняли, что культура отмены прекрасное оружие. Особенно, когда поняли, что владельцы соцсетей, в принципе, на это смотрят сквозь пальцы. Во многом из-за того, что в соцсети-то во многом и задумывались, как инструмент воздействия на массы. Вероятно, первые разработчики это не понимали. Но я думаю, что последующие прекрасно знают, каким инструментом они в итоге владеют. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный ролик показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. Ну, а также мы выражаем премьего громаднейшую благодарность людям, которые нас поддерживают во время стримов. Заходите. Теплая атмосфера обеспечена. Особенно во время стрима Хогвартс Легаси будет ярко. Кроме этого, да, мы говорим огромное спасибо людям, которые становятся нашими спонсорами через Бусти, через спонсору или через ютубчик напрямую. Друзья, работаем дальше. И будет весело. Пока. Миша, слышала ли ты фразу в здоровом теле? Здоровый дух. Допустим. У тебя здоровое тело? Очень. А давай мы тебе его сделаем еще здоровее. Зачем? Пошли в качалку. Зачем? Пацаны спрашивают. Ради бога, пусть спрашивают. А то там заходишь и такие сразу, а мы вас смотрим. Угу. Отлично. А где Миша? Дома. У нас тут для него гантельки даже есть полукилограммовые. Как раз такое. Ауч. Я просто помню, как раньше вот эти были костюмчики для аэробики 80-х. На тебе бы он смотрелся просто чудесно. А это еще такая повязочка махровая. Нет, не такая, а именно такая. Чтобы а-а-а-а и упражнение на растяжку. Да, 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 конечно. Удивительное было бы зрелище, но, к сожалению, Мишу мы на это не соблазним, дорогие друзья. Так, а что это? Я только на женскую аэробику могу сходить. В клипе Call on Me. Ага, чисто посмотреть, да? Можно и поучаствовать. А что ты там будешь делать? Аэробикой заниматься. Аэробикой заниматься? Заниматься, конечно. Чтоб Миша чем-то занимался. Да. Кроме того, чтоб играть в Форспокен. Виталик, купи Форспокен, на! Доволен? Очень! И потом он будет засирать еще Гарри Поттера. Ну, в смысле Хогвартс. Конечно. После Форспокен планка уровня качества на таком низком уровне, что все что угодно будет смотреться лучше, чем Форспокен, конечно. Элла Болинска. Господи, актриса от бога. Я личный персональный клуб ненавистников Эллы Болинска. Это мне хорошо подсказали. В Фоллауте каком-то была собака, которая неудачу приносила. Там же была такая псина, которая приносила неудачу. У тебя сбрасывался показатель удачи до единицы или там до двух, если был какой-то перк. И он оставался так, пока собака не умирала. Вот Элла Болинска это вот эта собака. Да, куда ее не затаскивают, проект все обречен. По цену из смерти, так сказать, в современной индустрии развлечений. И вот черт его знает, кто виноват. Ее польские корни или ее британские корни. Или еще что-нибудь. Или еще какие-то корни. Или ее агент. Или ее просто талант врожденный. Ей бы посмотреть, у ее агента нету где-нибудь там в шкафу такого странного белого колпака. Может он как-то таким образом что-то компенсирует. Я бы задумался. Ну, с другой стороны, когда ты приглашаешь модель исполнять главную роль, будь готов к последствиям. Она же в Ангелах Чарли играла еще. Да. Я же говорю, у нее послужной список, это просто. Это прям, да. Уви Болл бы позавидовал. Хотя Уви, он удовольствием. Слушай, блин, сейчас Уви Болл сидит такой, а почему все гнали на меня? Да, так сейчас. В сравнении с этим, мои фильмы, это просто произведение искусства. Для Нетфликса подходит идеально. Да, Уви просрал свой момент. А ведь мог, да, ходить сейчас гордым жеребцом. Одна за другой, вот подбирая по тебе франшизы. И люди бы говорили, не, ну вот фильмы от Уви-то еще смотреть можно. А все остальное это вух. Ух. Сейчас бы снял Ласт Уфа, вообще бы сказали офигительно просто. Не, Ласт Уфа нормально. Ну тянут, ну сразу видно. HBO, нам нужно в экспозицию, нам нужно, чтобы медленные планы, нам нужно вот это вот все. Я актриса, я так вижу. Ну окей. Ну будем смотреть. По крайней мере не разочаровывают. Пока, да. Не разочаровывают. Пока, да. Этого мне, что там, я такое сильно разочаровывающее смотрел. А, Фандорин, Азазель это... Ну, в общем так, поехали. Так, раз, два, три. И... Ну, в общем так. Продолжение следует...